Доброго времени уток! Всего вторая телерадиопрограмма на моём канале посвящена не ретро. Есть отличный повод. Мы наконец-то дожили до времён, когда крутые современные видяхи можно просто коллекционировать, а уже потом разбираться, какая из них работает лучше в интересных конкретно вам играх. Сравнивать, разумеется, нужно сравнимое. Но, будучи любителями неформатных форматов, мне и моему уже давнему ретро-товарищу Алексею Волкову показалась интересная идея сравнить два разных подхода к игровой машине. Так в ролике оказались два набора видеокарт и две платформы. Intel или AMD, скромный набор из магазина или безумная авантюра с Алиэкспрессом. Это не просто два разных мнения. Это две неприступные, противоборствующие крепости. Две сорванные башни. На одной скале – Ryzen 5 5600G. Интереснейший процессор со встроенной графикой Radeon Vega 7. Её результаты, кстати, мы сегодня сравним со взрослыми карточками. Память на материнке Asus B400M Pro серии TUF Gaming работает на частоте 3600 МГц. Версия шины PCI-Express – 3.0. И в общем, это всё, что нужно знать про красную платформу. У синих, с первого взгляда, тоже всё неплохо. Оверклокерская плата на чипсете Z270. Китайский мутант Core i7-8700B полностью идентичен обычному настольному 8700. Хотите подробностей про него? Как всегда, в комменты. А вот с памятью, с памятью досадный прокол. Хотя сами планки вполне приличные и поддерживают частоту как минимум в 3200, не поддерживает её сам процессор. И сделать с этим мне ничего не удалось. Смотрите, какие занятные карточки попали к нам на тесты. 5-гигабайтная GTX 1060 приехала ко мне из волшебной страны Алиэкспрессии. Пафосная 1660 Ti от Asus и совсем новые карточки RTX от Polyp – это свежий фермерский продукт. А остальное было банально и скучно куплено в рознице. Да, даже пока ещё диковинный Intel Arc. Среди других, не менее интересных претендентов, две карточки от AMD. Гигантский Radeon R9 Fury и RX 480. Не самое типичное решение GTX 1650 Super. Если вы пытались её купить во времена колосящегося эфириума, то могли заметить, что карт просто не было. Ни за какие деньги. Обычные 1650 и 1660 лежали, хотя и дорого. А неплохо сбалансированный 100-ваттный Super из продажи вообще пропал. Теперь посмотрим на процессоры, чтобы понимать, какую вычислительную мощь получит каждая из видеокарт. В Super-P оба шестиядерника показывают результат около 8 секунд. Правда, чип от AMD всё же чуть быстрее. И это не случайность. В поколении Zen 3 кэш процессоров со встройкой достиг 16 МБ. Ведь именно малый объём кэша L3 был причиной невнятных выступлений первых Ryzen с графикой. Скорость памяти тоже имеет определённое значение в чисто процессорных тестах. В общем, и в 7-Zip, и во всех остальных тестах Ryzen впереди. На много ли? Да нет, наверное. Проще говоря, каждый решает сам, много это или мало. Для тестов вообще достаточно понимать, что процессоры сравнимые. Никакого десятикратного преимущества ни у кого не будет. А значит, пора раскручивать вентиляторы на полное. 3D Mark 2001 – это бенч-прикол. 3060 Ti никак не может быть медленнее 1060. Карточки от AMD вообще не знают, что с этим тестом делать. Зато у нас появилась первая цифра от Intel Arc. Абсолютное значение грустное, но с совместимостью, похоже, поработали неплохо. 3D Mark 11 – первый серьёзный тест. В режиме Performance Intel Arc и GTX 1060 показали одинаковый результат. Более чем достойно. Для Intel, конечно. Для 1060 – это конец. Даже 1650 Super впереди. AMD-шные карты ещё выше. Причём легендарный некогда R9 Fury 2015 года почти достал RTX 3050. А 1660 Ti его и вовсе опередил. Тянет на мини-сенсацию. Неужели карте всё-таки не хватает восьми линий PCI-Express? Встроенная Vega 7 здесь не блеснула. А дальше ей будет ещё сложнее. С настройками Extreme Intel Arc оказался на уровне Radeon RX 480. Правда, далековато упустил и 1650, и даже 1060. Да, в кавычках, даже. А вы думали, Intel собралась выпускать свои обычные встройки с кое-как приделанным интерфейсом? А 380 – вообще-то одна из бюджетных карточек дебютной линейки. 3050 снова проиграла битву против 1660 Ti. Тревожная тенденция для претендента на лидерство в среднем бюджете. Но куда интереснее, что с такой безумной нагрузкой на карты, тест куда ярче выделяет победителей и проигравших. 3060 Ti на треть отрывается от 12-гигабайтного чемпиона по майнингу. 3DMark Time Spy – тест ещё более современный и ещё более популярный. Можете сами сравнить эти результаты с тысячами прогонов, зафиксированных в интернете. Ну а если ограничиться графиком, то взгляните на прекрасный результат Intel Arc. Бюджетная карточка с коробкой и трёхлетней гарантией наконец-то отправила в музей все эти помятые жизнью бэушные 1060 и RX 480. Хотя нет, в музее рано. Эти старички ещё пригодятся тем, кто решил, что Vega 7 – это прям настоящая где-то там игровая видеокарта. AMD в этом тесте вообще не блещет. Из объекта поклонения R9 Fury с уникальной HBM-памятью превратилась в обычную старую карточку уровня 1650 Super. В Unigine Heaven красные собрались силами и метко приземлились между основными конкурентами по среднему сегменту. RTX 3050 всё-таки посильнее, несмотря на урезанную шину. При этом старому RX 8 гигов памяти никак не помогли. Зато отрыв 3060 Ti снова достиг каких-то совершенно неадекватных значений. Если быть точным – 34% над обычной RTX 3060. В Superposition он тоже не упустил лидерство, но куда интереснее сыграл Intel Arc. Позади остался и 1650 Super, и RX 480, а 1060 вообще показал очень странный и низкий результат. И не сказать, что здесь просто невыгодно иметь старую архитектуру. R9 Fury, например, закрепился на уровне RTX 3050. А тот впервые сравнялся с нашей главной сенсацией. Да, я про 1660 Ti. Возможно, это из-за быстрой памяти, которую инженеры Asus поставили на свою самую крутую версию – ТОП ЭВО. Но конечный результат впечатляет. Теперь поиграем. Правда, большую часть этих тайтлов я считаю как максимум графическим бенчем без сюжета и геймплея. Хотите меня переубедить? Немедленно напишите мне гневный комментарий под видео. В любом случае, Метрополитен 2033 неожиданности не преподнёс. Intel Arc проиграл. Не хотелось бы думать, что карта была банально заточена под известные бенчи, а игры, да вроде, запускаются. Играбельный FPS, впрочем, показали все участники. Даже 30 кадров на встройке многим игроманам вполне хватит. Mankind Divided – это проект на современном движке Dawn Engine, корнями уходящем куда-то в Glacier 2. Хотя углубляться в технологии тут, в общем-то, нет смысла. Все эти результаты мы как будто уже видели. Поиграть в механического суперагента на Vega 7 точно не получится. Грустно будет и на A380. Зато на наших пенсионных карточках всё хорошо. Честные 60 FPS есть. Far Cry 5 больше всего удивляет скромной разнице между 3060 и 3060 Ti. Ну а далее без изменений. 24 кинематографических кадров в секунду обладатели Vega не порадуют. Хотя, конечно, настройки можно и понизить. И настроек здесь много. А ещё разработчик не поленился подсчитать, какой объём видеопамяти требуется для включения каждой графической фишки. Улететь в виртуальную Монтану на A380 в принципе реально. Но это будет перелёт эконом-классом. А вот в более экзотические локации 6-гигабайтный Intel не летает. Скорее всего, это косяк дров, который со временем исправят. Да и в целом, не было ощущения, что ускоритель от Intel вот-вот подведёт, как это бывало с разными псевдо-3D-карточками из моего большого обзора. Отрыв 3060 Ti от 3060 снова сжался до минимума. Из карт второй лиги медленнее остальных оказалась китайская 1060. Итак, выводы. Карт было много и выводов тоже набралась приличная пачка. Вот, например, первый и самый очевидный. Хотите хорошо играть в 2023 году? Берите 3060. В принципе, даже если вам не хватит на приставку Титаниум, ничего страшного. Хотите сэкономить? 1660 Ti – ваш безошибочный выбор. Хотите лучи недорого? Такое тоже возможно. Но идеального баланса цены и возможностей в RTX 3050 я что-то не заметил. Ещё ниже, ещё интереснее. Intel Arc A380 – реальный претендент на часть графического пирога. Драйвера в целом стабильные. Конкуренты – современные бюджетные решения и старые топы. Кстати о них. R9 Fury показал, что действительно топовую карту можно растянуть на 5-7 лет. Конечно, прокормить почти 300-ваттный экземпляр можно, пожалуй, только если сам работаешь на электростанции. RX 480 выдал тоже достойный и очень близкий к R9 результат. Китайская 1060 – бодряк-середняк без откровений. Конкретно эту карту я сам использовал около года. И, надо сказать, она ни разу не подвела. Никаких глюков из-за нечётного объёма памяти или 160-битной шины так и не случилось. Ну а теперь, наконец, давайте разделывать слона в комнате. Вы ведь тоже его заметили, да? Как это так получилось, что на платформе с точно более слабым процессором и гораздо более медленной памятью даже 1060 задаёт жару претендентам в сборке с AMD Ryzen? А 1660 Ti вообще разгромил младший RTX во всех, без исключения, тестах. К сожалению, выбор платформы для игр становится всё более простой задачей. Для Intel'а надо брать карты NVIDIA. А в последнее время и сборки AMD плюс AMD показывают себя гораздо лучше, чем «неправильные» в кавычках Intel плюс AMD или AMD плюс NVIDIA. Так что публикуем одно на двоих мнение. Таких обзоров, как наш, со временем будет только больше, а акцент в них будет смещаться в сторону исследования готовых систем. Возможно, даже нас ждёт новая битва интерфейсов. А почему нет, если производители уже сейчас готовы так оптимизировать свои изделия под вполне конкретные архитектуры? Ну а пока надо наслаждаться моментом и играть не только в ретро-игры. Ставьте лайки и подписывайтесь, дорогие гостелерадиослушатели! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok